Добро пожаловать! То есть, нужно сказать, что из 17 ЦУР ряд не выполняется. Вопрос, который мы сегодня задаемся, состоит в следующем. Можем ли мы ускорить достижение ЦУР благодаря искусственному интеллекту? И какую роль играет ООН для того, чтобы помешать распространению авторитарного управления? Это второй этап искусственного интеллекта. Генеративные системы, которые заставляют нас по-другому оценить роль человека как единственного существа, которое влияет экосистемой. Мы понимаем сейчас, что есть автономные системы, автономные системы искусственного интеллекта, которые работают без участия человека. Чел Флори из Университета Оксфорда, который сейчас работает в Йели, сказал следующее. Он говорил о книге, которая называется «Четвертая революция человечества». Он говорил, мы на том этапе находимся, когда человек более не является центром. В центре находятся взаимоотношения между людьми и другими видами, в том числе людьми и всем тем, что находится в инфосфере. Я журналист, я работаю в РАЙ, это итальянское телевидение. И я в последние годы встречалась с ведущими участниками этого процесса в частном секторе, в государственном секторе. И они делились со мной своими мыслями в том, например, что касается создания персонализованного ИИ Коффмана, который был ранее в правлении OpenAI, и который сейчас запустил новый стартап, который называется Inflection.EI. Это некий набор инструментов, которым сможет воспользоваться каждый человек. И он будет создавать сам такой набор инструментов. Следующим человеком является Леон Панетте, который работал в РАЙ. И он со своей стороны говорит, что искусственный интеллект может выйти из подконтроля правительства. То есть наблюдается ситуация, в которой не просто необходимо обсуждение с участием государственного частного сектора, она является совершенно необходимой. В первые десятилетия развития технологии мы, как журналисты, узнали, что технология нейтральна, что технологию можно использовать с добрыми целями, а можно со злыми. Но это более не так. Как говорил философ, можем ли мы использовать следующее выражение «проектирование на основании морали?» И это вот я предлагаю в качестве основы для обсуждения процесса с участием множества заинтересованных сторон по результатам встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества. И я хочу пригласить к дискуссии следующих дискутантов, а именно Дориан Богдан-Мартин, который является генеральным секретарем Международного союза электросвязи, Жон Мурай, уважаемый профессор университета Кейо, Трип Синха, председатель правления ИКАН, Джон Уитингейл, министр данных и цифрового структура Туры Соединенного Королевства, госпожа Мария Фернанда Гарза, генеральный директор Орести, председатель правления Международной торговой палаты, господин Чебджон Клетчвик, министр местного управления регионального развития Норвегии, и госпожа Чад Гарсия Ромея, исполнительный директор Ассоциации по прогрессивной коммуникации. Я приветствую всех участников дискуссии. Давайте зададимся следующим первым вопросом. Что можно отметить за последние 20-летия в качестве основных успехов всемирной встречи на высшем уровне по вопросу информационного общества и каким образом вклад в эти достигнутые успехи внес подход, основанный на участии множества заинтересованных сторон. Я приветствую вас, всех находящихся в зале. Позвольте мне задать вопрос. Кто из вас присутствовал на этой встрече в 2003 году? А в 2005 году? Частично для того, чтобы сформулировать ответ об основных успехах, достигнутых по результатам всемирной встречи на высшем уровне, необходимо отметить приверженность этому процессу тех, кто присутствует в этом зале, тех, кто находится онлайн, а также инклюзивность подготовки к всемирной встрече, которая прошла в 2003 году. В какой-то степени можно сказать, что мы тогда обогнали время, поскольку мы разработали всеобъемлющую схему, которая и сегодня в той же степени оправдана, даже с учетом генеративного ИИ. До этого был проведен консультативный процесс подготовки 2003 года, 2005 года с участием ООН, научных кругов, гражданского общества и так далее. Вот этот процесс участия множества заинтересованных сторон и результаты, которые мы извлекли в 2003-2005 году, они и сегодня дают свои плоды. Не будем об этом забывать. Поэтому, если говорить о духе сообщества, об успехах, которые были достигнуты, достигнуты те награды, которые были вручены победителям, и объем обменов, которые удалось добиться, я считаю, это то, чем мы можем гордиться. Юн Мурай, а вы как ответите на этот вопрос? Прошло 20 лет, да? С того, как эта дискуссия началась на первой встрече на вашем уровне. В 2000 году 6% населения планеты имело доступ к интернету. Сейчас более 70%, если они 67%. Спасибо за точную цифру. От 6% до 67%. Это говорит об огромной скорости распространения подключения к интернету. Это сопровождалось доступом к информационным сетям, к цифровым данным. И, как уже упоминалось, искусственный интеллект опирается на эту инфраструктуру. Соответственно, можно говорить об этом как об огромном успехе. Например, форум IGF также является свидетельством этого успеха. Во-вторых, в том, что касается моделей с участием множества заинтересованных сторон, опять-таки, от 6% до 67%. Охват участия в этом процессе, когда мы разрабатывали интернет, интернет был разработан для нас, а сейчас интернет для всех. И, соответственно, повышается разнообразие всех тех, кто принимает участие в работе этой технической среды. Это возможно лишь на основе моделей с участием множества заинтересованных сторон. От дискуссий, от обсуждения, до всех процессов. Вот в чем состоит основной успех всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества, с моей точки зрения. Меня слышно? Хорошо. Большое спасибо. Я рада ответить на заданный вопрос. Что произошло с 2003 года? Я хочу сказать следующее. Истекшие 20 лет свидетельствуют о невероятной трансформации, которая произошла на нашей планете. о том, что сегодня 5 миллиардов человек на планете подключено к интернету и они используют миллиарды устройств. Это произошло за 20 лет. С точки зрения потребительских технологий, смартфоны, все, что развилось за последние 20 лет, искусственный интеллект возник менее куда тому назад. И все это возникло благодаря в том числе тому, что были слышны голоса сообщества с участием множества заинтересованных сторон, что позволило создать архитектуру, взаимосовместимость и так далее. И это все является результатом работы общества с участием множества заинтересованных сторон в информационном обществе. Благодарю вас, господин Гелвик. Но прежде всего позвольте поблагодарить вас за приглашение принять участие в дискуссии. Хочу поблагодарить Японию как принимающую страну. Я согласен с теми коллегами, которые уже выступали до меня. Действительно, это невероятные изменения, которые произошли за 20 лет. В 2003 году интернет работал со скоростью, которая является очень небольшим процентом от сегодняшних скоростей. Сегодня интернет стал неотъемлемой частью нашей мира. Наши дети растут в мире, не подозревая о том, что существовал мир до интернета. Но перед нами стоят огромные вызовы. Те принципы, которые были заложены на первой всемирной встрече в 2003 году и сегодня действительны, как и тогда, как говорили мои коллеги, подход, основанный на модели изучения множества заинтересованных сторон, тот факт, что мы можем опираться на опыт, на знания гражданского общества, компании, правительства, все это имеет принципиальное значение с точки зрения развития интернета. Именно это позволило создать форум по управлению интернетом. И мы считаем, что сегодня они не менее важны, чем тогда, а может быть, и более важны. Мы должны опираться на уже проделанную работу и, главное, в будущем добиться большей реализации этих принципов, потому что они являются жизневажными для того, чтобы интернет продолжал развиваться. Благодарю вас, господин Гелсвейк. Большое спасибо за любезное приглашение принести участие в этой дискуссии. Я также хотел бы поблагодарить правление Японии. Хочу поблагодарить принимающую сторону за организацию этого мероприятия. Одним из важнейших успехов Всемирной Встречи на высшем уровне является то, что удалось изменить нарратив. Это было первое политическое заявление, которое говорило о том, что есть стремление создать цифровым образом связанное друг с другом информационное общество, где во главе угла стоит человек. Это позволило определить технологическое развитие. В то же самое время Всемирная Встреча работала рамки принципы для инклюзивного использования информационных технологий и позволила создать сообщество с участием множества заинтересованных сторон. Благодаря этому форуму удалось привлечь внимание к использованию технологий для достижения целей, поставленных на всемирном встрече на высшем уровне по вопросам информационного общества. Многие из тогда созданных сообществ и сегодня работают в рамках IGF. Эта приверженность этим целям позволила нам продолжить диалог и взаимодействие. В то же самое время система ООН опиралась на те основы, которые были заложены в семейные встречи на высшем уровне и сопредседатели от ЮНЕСКО, от ПРОН, ЮНГТАД и МСС смогли укрепить сотрудничество и синергетику в своей работе. Благодарю вас. Теперь я хочу попросить высказаться госпожу Четтагарси Рамилу. Благодарю вас и приветствую всех находящихся в зале. Я хочу подчеркнуть следующее. Во-первых, эта всемирная встреча на высшем уровне была основой для формирования глобальной политики по информационному обществу. Я согласна с тем, с тем, что вопрос, которые были охвачены журналистским планом действия, позволили работать системным образом, с тем, чтобы информационные технологии могли быть внедрены в разных секторах. Это стало основой для обеспечения разнообразия и для присутствия разных точек зрения, прежде всего, гражданского общества. Я помню, в 2003 году, в 2005 году, тогда мы все верили в светлый будущий информационного общества. Тогда мы рассчитывали на то, что участие множества групп позволит обеспечить выполнять прав человека, обеспечить доступ сообществу населения к цифровым технологиям и так далее. Но еще нужно также отметить, что принцип участия множества заинтересованных сторон, вот эти принципы, о которых говорили другие участники, это те принципы, которые были определены на всемирной встрече на высшем уровне. И благодаря IGF это позволило добиться признания того, что лишь партнерство и сотрудничество позволит добиться более успешной реализации. Сегодня это верно, как и тогда. Однако позвольте мне добавить оговорку. Я считаю, что не везде эти принципы в равной степени применяются. Нам необходимо делять это внимание, потому что есть неравенство в применении подхода на основе многостороннего подхода. Нам нужно помнить о том, что есть определенные конфликты, некоторые интересы, и это мешает порой достижению консенсуса. Поэтому нам необходимо еще раз подчеркнуть нашу приверженность подхода основанного на чете множества заинтересованных стран. Но мы извлекли много уроков. Во-первых, что активное демократическое обоснованное участие в принятии решений должно существовать на всех уровнях, национальном, региональном, местном и так далее. Я считаю, что это один из извлеченных нами уроков, и это также можно сказать история успеха, и нам нужно на этом опираться в следующие пять лет. Большое спасибо за предоставленные ответы. А как вы считаете, с какими основными сложностями столкнулись в реализации процесса плюс 20, и каким будут следующие вехи? Я бы сказала, что одной из проблем является смешение понимания того, в чем состоит проблема. Есть добрые намерения и меры регулирования, которые опираются на добрые намерения, но которые при этом направлены на не тот уровень интернета. То есть технические основы интернета не являются политическими. да, это инфраструктура, которая представляет из себя всеобщее благо. А на этой технической основе уже есть другой уровень. и это различные приложения. Поэтому нередко вместо того, чтобы направлять меры регулирования на тот уровень, на котором они направлены, они направлены на более глубокий технический уровень. Далее, в том, что касается управления, управление важно. необходимо делать так, чтобы модель управления в дальнейшем опиралась на модель с участием множества заинтересованных сторон. Однако, необходимо продолжать ее развивать вместе с интернетом и, соответственно, действовать инновационно. задаются многие вопросы. Можно ли говорить о многостороннем, можно ли использовать многосторонний подход, а не подход на основе части множества заинтересованных сторон? Я считаю, что так называемый мульти-стейкхолдеризм это единственная модель, которая позволяет привлечь различные сектора общества и благодаря чему формируются решения, благодаря чему создается среда, в которой возможно принять таких решений. Поэтому меня беспокоят такие голоса, которые призывают к многостороннему подходу. Нам необходимо ориентироваться на из тех же 20 лет и осознать, насколько это способствовало развитию интернета. Благодарю вас. Как бы высказали, каким образом обеспечить реализацию этих планов? Во-первых, международная отрыва полетов это организация, которая представляет 145 миллионов компаний в стадии медисти странах. И с 2003 года, 2005 года мы получаем вклад со стороны различных компаний, их точки зрения и продолжаем это делать. И 20 лет тому назад таким образом было сформулировано общее видение от того, каким образом создать информационное общество, где человек стоит во голове угла. Результатом является Женевский план действий, повестка по информационному обществу и так далее. И это позволило создать по-настоящему глобальный интернет, которым каждый может воспользоваться тем, что интернет может им предложить. Да, таким образом формируется инклюзивное информационное общество на основе сотрудничества между разными группами заинтересованных лиц. Однако перед нами стоит множество проблем. Да, удалось добиться огромного прогресса, однако миллиард 600 миллионов человек до сих пор не имеют доступа к интернету. Те, у кого есть возможность подключиться нередко, не подключаются к интернету, потому что они не могут себе этого позволить, или потому что у них нет необходимых навыков, или потому что есть какие-то культурные препоны или необходимо отметить, что мир огромным образом изменился. Возникло множество новых проблем, возникло множество вызовов, и это привело к фрагментации политических мер в области интернета, а эволюция технологическая привела к тому, что у нас нет универсальности в интернете и нет необходимого использования на уровне правительства, и поэтому мы должны таким образом формировать юридический и политический ответ на развитие интернета. Спасибо. И теперь чат Гарсия Рамира. Хочу добавить к тому, что 2,5 миллиарда все еще не подключены к интернету. Это действительно одна из важных проблем. Это неравенство в доступе к интернету, и именно то, как интернет может способствовать экономическому росту. Экономический рост означает развитие. И если мы с вами не будем рассматривать вопрос именно в этом контексте, то мы упростим его. Цифровая инклюзивность общества основана на логике рынка и означает равенство возможностей, равенство доступа и избежание кризиса. Это и есть основная наша проблема и вызов. У людей должно быть значимое подключение к интернету, и только тогда интернет будет нести в себе благо всем классам, всем обществам и на всех его уровнях, во всех регионах. И мы здесь должны помнить об устойчивом развитии для нас. Я думаю, что нужно помнить о том, что наша цель, цель ВУИО заключается в подключении населения к интернету, в дигитализации. В 2005 году во время саммита мы поставили цель добиться универсального доступа к интернету. В сегодняшний день мы стремимся сделать интернет глобальным пространством, к которому доступ есть у всех без какой-либо дискриминации. Это глобальное благо. И это наша цель на период плюс 20. Мы должны принимать столь факт, что интернет и цифровые технологии это глобальный общественный ресурс. И управление этим ресурсом должно основываться на международных стандартах в области прав человека и принципов общественных интересов. Это понимание должно поддерживаться механизмами корпоративной ответственности, защиты данных и финансирования общественной цифровой инфраструктуры. В заключение хотел бы отметить, что это также обязывает правительство разработать правила использования подключения к интернету и также избежание криминализации интернета и практику правоприменения такого блага, как интернет, в избежание гражданского кризиса. Мы должны черпать и в потенциале цифровых технологий дополнительное благо. Спасибо. Дорин, Богдан, Мартин. Что вы считаете основной сложностью и что ждет нас? Спасибо. Оглядываясь назад, могу сегодня сказать, что были некоторые непредвиденные развития событий, которые тогда мы не предвидели в 2005 году. в 2005 мы говорили в контексте мира до соцсетей. Давайте помнить, что Facebook в том виде, в каком он существует, не существовал, Twitter, Instagram, всего этого не было. И когда сегодня мы говорим о таких вопросах, как ложная информация, дезинформация, тогда это не было в той же степени актуально. И конечно сегодня мы также говорим о генеративном ИИ. Это то, что необходимо сегодня учитывать, когда мы говорим о регулировании, о юридическом пространстве, и для нас это сложно. Тем не менее, существующая структура создает необходимые элементы, которые ставят в контекст нашу с вами дискуссию. Также хотела бы сказать, что кибербезопасность в 2003 году, в 2005 году, конечно, уже было вопросом, который мы обсуждали, но мы тогда не могли передвидеть, насколько вырастет эта проблема, насколько вопросы кибербезопасности и киберпреступности станут актуальными. Если мы посмотрим на прирост киберпреступлений за последние два года, это 80% прироста, это страшная цифра, пугающая цифра. И поэтому я думаю, что нам нужно дважды увеличить наши усилия в периоде плюс 20. Цифровой разрыв по-прежнему существует, и если мы хотим сократить этот разрыв, то мы должны охватывать всю планету 3G, 4G. И по-прежнему существуют у нас проблемы, проблемы подключения людей, недостаточная подключенность людей к интернету, недостаток доступа. У нас есть сегодня необходимость оглянуться на установленные цели, пересмотреть их, понять, почему мы должны сегодня говорить о подключении школ, например. Когда мы говорим о подключении школ, к 2015 году мы планировали подключить к интернету все школы планеты. Этого не произошло. Давайте теперь посмотрим вперед. Мы пересматриваем эти цели. мы должны сегодня смотреть на причины, почему не удалось достичь определенных поставленных целей и глубже заниматься решением этих вопросов. Да, вопросы кибербезопасности один из наиболее важных и сложных проблем. И, может быть, через два года нам удастся как-то изменить ситуацию. Джон, что вы можете добавить? я согласен, что кибербезопасность это важный вопрос. И по мере того, как развивающиеся страны принимают на вооружение технологии, пользуются интернетом, подключаются все больше, необходимо понимать, что и правительственная структура должна способствовать эффективному развитию интернета и регулируемому развитию. Мы должны продемонстрировать прежде всего преимущества цифровых технологий, которые те несут в себе для экономического развития. Единственный способ это сделать это связать развитие с устойчивыми целями устойчивого развития ООН. Проиллюстрировав то, о чем мы только что говорили. Только когда мы можем говорить о всеобщем доступе, мы можем говорить о том, что это глобальное благо. Мы только что говорили о доступе к интернету в школах, о том, что все должны быть подключены к интернету, необходимо диагностировать проблемы и найти должное решение этим проблемам на основе тех принципов, которые лежат в основе нашей с вами работы, и эти принципы должны отражать цели устойчивого развития. Спасибо. Давайте перейдем теперь к вопросу будущего и попытаемся понять, как мы можем и должны реагировать на комплексность и скорость развития искусственного интеллекта в контексте кибербезопасности и подключенности к интернету, и персонализации и с точки зрения генеративного искусственного интеллекта. Профессор Юн? Да, спасибо. Хотел бы предложить два взгляда на этот вопрос. Технология основана на искусственном интеллекте и искусственный интеллект это технологии, которые будут влиять на будущее общества значительным образом. И мы многое ждем от искусственного интеллекта, от такой комплексной технологии, как искусственный интеллект, потому что она действительно сложная и иногда сложная для понимания, сложно понять, как она работает и каковы требования, какие требования можно предъявить к ней и что нужно для поддержки позитивного развития. Если мы говорим о процессах ВИО, об открытии, о прозрачности развития технологии искусственного интеллекта, то именно в этом и заключается наша цель, и это и есть наша платформа. При этом это ящик Пандоры, который может таить в себе какие-то опасности. И я думаю, что нельзя этого допускать, и единственный способ это транспарентность, это открытость, как технологическая, так и регулятивная. Еще один момент, это вопрос использования и приложения искусственного интеллекта. искусственный интеллект сегодня влияет на то, как мы оказываем услуги в обществе, на то, что из себя представляет та или иная работа, и как меняется рабочее место. Мы не должны допустить негативное влияние искусственного интеллекта и технологии в целом, и это требует многосторонной дискуссии со всеми заинтересованными сторонами. В этом плане платформа ВОИО чрезвычайно важна. Мария Фернандо Гарса, как на Ваш взгляд, что является основной сложностью и что мы можем сделать для решения этих проблем в области технологии ИИ. Когда мы говорим о работе ВОИО, мы не говорим только о технологиях, мы не ограничиваемся технологией, хотя, конечно, это первое, что приходит в голову. Мы должны понимать, что мы здесь разрабатываем общий взгляд и общий набор инструментов, которые помогают нам формировать будущее, находить возможности и таким образом способствовать международному сотрудничеству с участием разных сторон. Вот уже почти 20 лет прошло с того времени, как было создано ВОИО, появились новые сложности. Основной вопрос, который мы должны задавать себе, пользовались мы ВОИО эффективным образом. Многосторонная модель наиболее полезна в нашем наборе инструментов и большинство решений должны принимать во внимание тот факт, что мы работаем вместе. И вместо того, чтобы дублировать нашу работу, мы должны использовать существующие ресурсы, пытаясь найти совместимые решения, интеграбельные решения. Еще раз хочу сказать, что многосторонний диалог в рамках нашей работы должен принимать во внимание принципы работы искусственного интеллекта, и мы должны понимать, что и частный сектор также продолжает принимать участие в работе, и мы должны опираться на работу научных кругов гражданского общества для того, чтобы действительно быть подотчетными. есть множество инициатив, пусть то национальные инициативы, инициативы межправительственные, частного сектора. Важно помнить, почему был создан форум управления интернетом, и какие подходы можно здесь использовать для того, чтобы объединить наши усилия, для того, чтобы информировать друг друга, и наши усилия приумножать. Передовые технологии, новые технологии, такие как технологии искусственного интеллекта, смогут решать возникающие проблемы быстрее и эффективнее, чем те решения, которые уже существуют. В то же самое время искусственный интеллект представляет собой ощутимые сложности этические дилеммы, которые нужно воспринимать со всей серьезностью. ВУИО уже вступает в диалог, проводит семинары по вопросам искусственного интеллекта. Необходимо продолжать дальше опираться на нашу платформу для дальнейшего рассмотрения повестки искусственного интеллекта и технологии. И важно помнить, что во главе угла стоит человек и это важный аспект в международном диалоге, посвященном искусственному интеллекту. Необходимо помнить, что искусственный интеллект и технологии должны защищать права, а не ограничивать их. Важность вовлечения многосторонних аспектов критична, когда мы говорим о технологии ИИ. И необходимо подтвердить нашу приверженность этой работе в рамках форума управления интернетом, в рамках ВИО, для того, чтобы продолжать информационную работу, увеличивать грамотность в области искусственного интеллекта, помогать наращивать навыки и лучше понимать этические и социоэтические последствия использования технологий на основе искусственного интеллекта. Необходимо вовлекать технических экспертов и исследователей и формировать цифровую среду с их участием, понимая, что их знания помогут нам двигаться вперед. Спасибо, госпожа Дарин Богдан Мартин. Давайте теперь заглянем в будущее. Вы уже сказали о прошлом, давайте поговорим о будущем. Спасибо. я уже говорила, что ВОИО была создана, возможно, опережая необходимость своего времени. И сегодня мы можем, основываясь на той рамочной структуре, которая была создана, продолжать строить, продолжать планировать с учетом появившихся технологий, появившихся требований таких, как требования к безопасности, к рамочной структуре ВОИО, вопросам дезинформации, с тем, чтобы у нас появилась возможность наращивать возможности и продолжать развиваться. Глядя вперед, можно сказать, что в 2003 году, когда мировые лидеры приняли женевские документы ДОГВ, то было ясно, что этот документ будет эволюционировать, что это платформа, которая будет меняться. И важно, чтобы мы продолжали работать в том же духе, принимая в внимание инклюзивную природу и многосторонность проекта. Мы на следующий год как раз в этом духе и планируем нашу работу вместе с ПРОООН, с ЮНЕСКО, ЮНКТА, другими партнерами ООН, мы планируем провести ряд мероприятий, посвященных искусственному интеллекту на саммите искусственный интеллект во имя будущего с участием 40 агентств ООН. И, конечно, мероприятия будущего года будут проведены в преддверии саммита будущего в сентябре, что, как нам кажется, тоже станет прекрасной платформой для дальнейшего планирования на 2025 год. Форум управления интернетом это один из основных итогов всей этой работы. Какой вы видите его роль в создании ценности в рамках структуры ВОИО? Господин Гелсвик. Спасибо. Форум управления интернетом предоставляет собой платформу для всех заинтересованных сторон из разных секторов и регионов сотрудничать. И поэтому роль форума это роль модератора, роль платформы, которая объединяет научные круги, государственный сектор, частный сектор и тех сектор. Такой инклюзивный подход соответствует принципам включения всех заинтересованных сторон ВОИО в создание цифрового будущего. Основные принципы работы форума включают в себя продвижение открытого, инклюзивного информационного общества, фокусирующегося на человеке. Эти принципы транслируются в практические дискуссии конкретные действия. Форма управления интернетом действует неофициально, и результатом его являются решения необязательного характера. Это позволяет дискуссиям быть более открытыми, мы можем делиться знаниями без ограничений и сложности официальных переговоров. Спасибо. Госпожа Фернанда Гарса, что вы думаете о роли форума управления интернетом? Спасибо. Как мы все уже говорили, это важная платформа в том, что она дает возможность всем заинтересованным сторонам объединиться, чтобы делиться знаниями и опытом и разрабатывать направление развития для всех. Что отличает форум от других платформ, это его роль, которая объединяет действительно всех, разные сообщества, все те, кто так или иначе является участником и актором глобальной цифровой экономики. И это мощное качество, которое делает его уникальным. И это уникальное качество необходимо использовать в процессе разработки политических условий для дальнейшего развития. Наша приверженность этим принципам делает форум мостом и платформой для разных органов, которые формируют политику в области технического развития и служат соединяющим звеном высокого уровня в области планирования политики. И в том числе на период плюс 20 можно продолжать говорить об этой роли форума, которая сохраняется и остается важной для дальнейшего развития. Спасибо, сэр Джон Витингдейл. Спасибо. Форум играл центральную роль в развитии управления интернетом. И нам это кажется самой важной чертой форума. И форум должен продолжать играть эту роль до 2025 года. Я министр, правительственный министр. И я, конечно, признаю, что правительства должны играть роль. Но равным образом мы признаем, что за развитие технологий отвечает частный сектор. И частный сектор поэтому должен иметь право голоса в этой дискуссии. А также пользователи, представленные гражданским обществом, должны иметь голос в этой дискуссии. Именно поэтому, объединяя третьих компонентов в рамках форума, мы можем разрабатывать структуры, такие важные, как структуры развития технологии вместе. Мы также можем подключать к этому процессу все другие заинтересованные стороны. Это национальная администрация, региональная администрация. И мы должны здесь дать голос молодежи, дать слово молодежи, чтобы они тоже были услышаны. Я думаю, что форум должен быть инклюзивным, поэтому все разнообразные заинтересованные стороны должны здесь объединяться с тем, чтобы делиться опытом и говорить о возникающих перед ними сложностями. Мы продолжаем поддерживать эту концепцию форума управления интернетом. Надеемся, что он продолжит играть такую же важную роль в развитии. Благодарю вас, госпожа Трипти Синха. Спасибо. Боюсь, что я повторюсь, но не могу не согласиться с тем, что сказали предыдущие ораторы. Главное в работе форума IGF это его приверженность к принципу многосторонности. Решения, как правило, ведут к хорошим результатам, когда их разрабатывают все заинтересованные стороны. Именно для этого представлена платформа форума управления интернетом. Она дает возможность всем сегментам общества объединиться и разработать результат. Технология существует для людей, она несет ценность для людей, и поэтому она должна основываться на политике, которая дает ей возможность именно выполнять этот свой потенциал. Форум управления интернетом является форумом, который именно это предлагает, и поэтому мы продолжаем участвовать в работе этого форума. часть той поддержки, которая необходима этому форуму. сегодня мы понимаем, что технология охватывает все 8 миллиардов населения, которые сегодня живут на планете. Сэр Джон только что сказал, что право голоса должно быть у всех, и особенно у молодежи. я на 100% с этим согласна. Спасибо. Господин Юр Мурай. Да, это очень важный вопрос. Ценность форума управления интернетом, а также ценность дискуссии в рамках ВИО. Когда в 2007 году появились смартфоны на рынке, и когда мы представили себе, в чем заключается ценность интернета, до смартфона и после смартфона, это абсолютно разные картины, разница огромна. То же самое касается всех прорывных технологий, это касается всех заинтересованных сторон в этом процессе. И поэтому принцип открытости, принцип многосторонности это важные ключевые принципы работы. Мы уже говорили о том, что 70% населения имеют доступ к интернету, а где же 30%? Как сделать так, чтобы у всех был этот доступ? Это важный принцип инклюзивности, в том числе интернет охвата. Это важный принцип. И последнее, что я хотела бы сказать, когда мы начали обсуждать критичную инфраструктуру для дальнейшего развития, существования человека. Да, мы говорим о воде, о кислороде, о климатических изменениях, о охране окружающей среды. И когда мы говорим о критической инфраструктуре, нельзя забывать о технологии. А что касается интернета? Что с интернетом? Интернет, что такое интернет? Это компьютерные сети, это хранение данных, электричество, фактически это цифровая инфраструктура для человечества сегодня. изменения происходят очень быстро. В связи с этими быстрыми переменами эта инфраструктура чрезвычайно важна для жизни всего человечества. И поэтому, когда мы говорим о правах человека, это важная дискуссия, особенно сегодня, особенно в контексте этих изменений. Госпожа Чат Гарсия Рамило. Даже не знаю, что еще не сказали до меня. Уже все важные моменты отметили. Я скажу так, что эта концепция работает, концепция формы работает. Я думаю, что нужно продолжать работать в том же духе после 2025 года. Здесь дело не только в глобальном форуме, ведь у нас есть множество региональных и субрегиональных форумов и механизмов. Так что фактически это такая сложная и действительно широкая структура и процесс. И тот факт, что мы можем принимать участие в работе на разных уровнях, делает ее уникальной. Мне кажется, что форум управления интернетом как раз осуществляет принципы ВИО. И мой опыт работы как раз говорит о том, что мы охватываем здесь все сообщества, разные группы населения, не забывая ни о гендерных ролях, ни о разных группах сообщества. Именно это помогает нам завоевать доверие, а также увидеть разные взгляды, разные перспективы и сделать все стороны участниками процесса принятия решений и разработки политики. Хочу вам рассказать кое-что. Это связано с работой ВИО в 2003 году, 20 лет назад, когда велись переговоры по тунисской повестке. Один из пунктов повестки предлагали удалить это. Я помню, это был пункт 23. Мы хотели оставить этот пункт несколько феминистов, хотели этот пункт оставить в тексте. И этот пункт посвящен гендерным вопросам. Нам казалось это важно. там шла речь о гендерной политике по всем параметрам работы форума. Сегодня мы говорим о гендерном равенстве, о том, что оно должно быть интегрировано во все пункты нашей работы. Вчера здесь в день минус один работы форума мы здесь обсуждали ряд вопросов и хотели принять принципы работы с учетом принципов феминизма и с учетом гендерных вопросов в деле сокращения цифрового разрыва. Так что я хочу сказать, что принципы форума работают. И здесь в Киото мы запустили компанию. Это компания, которая подчеркивает опыт форум управления интернетом как основной платформы для многосторонного сотрудничества в области регулирования работы технологий. Спасибо. Госпожа Дорин Богдан Мартин. Мне кажется, что здесь наблюдается консенсус относительно того, как важно IGF, укрепление этого форума. Не хочу повторяться. Лишь добавлю, что международная связь является активной поддержкой IGF. Мы были партнером с самого начала и будем в дальнейшем поддерживать его деятельность. Я рада, что вы упомянули гендерный разрыв в области цифрового доступа. И этот разрыв не сокращается. Мы это наблюдаем в течение времени. Необходимо уделить это больше внимания, как здесь, так и на других конференциях, говорить о гендерном разрыве. Вы знаете, я была в Нью-Йорке на Генассамблее. И там и во многих других форумах цитирует Мадлен Олебрайт, которая сказала, что если бы он не был, ее следовало бы изобрести. То же самое, мне кажется, можно сказать в отношении международного форума по управлению интернетом. Благодарю вас. А теперь я хочу дать слово залу господин Стефан Снор, статс-секретарь, федеральный министр по порту Германии. Прошу вас, вам слово. Да, благодарю вас, ваше превосходительство, дамы и господа. Дорогая семья форума по управлению интернетом, мне очень приятно обратиться к дискутантам. И очень важно следующее. Я полностью согласен со всем, что только что позвучало со сцены. Мне кажется, что очень важно то, что было только что сказано. Если бы его не было, его бы следовало бы изобрести. Но, к счастью, у нас есть форум по управлению интернетом IGF. 2023 год, 20-летие. Давайте вспомним событие, которое произошло 20 лет тому назад и стало знаковым событием, поскольку тогда участники из самых разных секторов, научных кругов, технические специалисты, представители частного сектора, кто там был четвертым? Я забыла, но вы-то знаете. Так вот, они все собрались и с представителями 175 стран вместе обсуждали вопросы международного многостороннего управления интернетом. И этот подход себя оправдал. Нам необходимо продолжать действовать в том же направлении. Я хочу подчеркнуть, что правительство Германии будет и в дальнейшем поддерживать подход на основе части множества заинтересованных сторон. Мы будем делать это и в будущем. Мы будем делать все для того, чтобы таким был бы наш подход и в будущем. У нас есть ряд проблем, однако, в 2009 году у нас в Берлине проходил форум АЧФ. Было 5000 участников, и мы тогда активно обсуждали все вызовы, которые стоят перед нами. А сейчас перед нами стоят новые проблемы. Вы говорили об искусственном интеллекте, об социальных сетях, говорили о ненавистнических высказываниях, распространении дезинформации и так далее. Но для того, чтобы найти достойный ответ перед лицом всех этих проблем, мы должны опираться на подход с участием множества заинтересованных сторон. Интернет нужен всем. И потому, когда мы говорим о новых решениях, мы должны говорить об этом в рамках подхода с участием множества заинтересованных сторон. Но также для того, чтобы решать эти проблемы, мы должны опираться на глобальный цифровой договор. Я считаю, что у нас есть возможность в формулировании ответа на те новые проблемы, которые возникнут перед нами в будущем. Мне кажется, что, поскольку у нас есть IGF, нет необходимости создавать иные структуры. Мне кажется, что IGF уже продемонстрировал свою эффективность, и поэтому нам следует продолжать работать в этом формате. Нам необходимо укреплять Международный форум по правилам интернетом для того, чтобы решать те проблемы, которые будут возникать в будущем. Поэтому хочу еще раз поблагодарить всех участников этой важнейшей дискуссии. Я надеюсь, что в ближайшие несколько дней результаты нашей дискуссии будет следующим. Мы поддерживаем работу с участием множества заинтересованных сторон, и мы будем и в дальнейшем поддерживать работу на этой основе. господин Шнор, благодарю вас и теперь господин Петфольдер Норхвул, который является директором сети будущего Future Networks. Благодарю вас за то, что вам не дали слово. Если говорить о достижениях прошлого, необходимо отметить, что был достигнут огромный прогресс в использовании потенциала информационных технологий и интернета. Да, этот процесс удалось запустить в духе сотрудничества в 2003 году, когда заинтересованные стороны вместе договорились сокращать цифровой разрыв, добиваться уважения к свободе онлайн и использовать цифровые технологии для целей развития. Модель с участием множества заинтересованных сторон является центральным элементом этого процесса, и Европейский Союз активно поддерживает этот подход. Этот подход был чрезвычайно важен для разработки подходов к решению проблем. Несмотря на достигнутый прогресс, мы сталкиваемся по-прежнему с проблемами с цифровой инклюзивностью, технологией устойчивого развития и связностью. Если говорить о технологических проблемах, например, искусственный интеллект и многие другие, которых мы еще не обсуждали, но некоторые из фундаментальных проблем не связаны непосредственно с технологиями. по мере того, как мы продолжаем работать, необходимо, чтобы эта модель, которая была создана, эволюционировала бы вместе с возникающей проблемой. Я согласен с господином Шнорум, который говорил о том, что в ЕС есть единство в этом отношении, но для того, чтобы действительно действующий подход в мире без границ, нужно, чтобы у нас был единый фронт. Поэтому необходимо, чтобы было чувство единства всех тех, кто выступает в этом зале, и мы должны таким образом сделать динамичную систему, которая позволяет вовлекать разных заинтересованных стороны, и чтобы ее сохранили. Но для этого модель должна изменяться и эволюционировать параллельно с изменениями в технологиях и таким образом решать некоторые из глобальных вызовов, с которыми связаны ЦУР. Так вот, всемирная встреча по построению информационного общества, которая позволяет нам работать в этом направлении, сделать в рамках процесса «Плюс 20» более инклюзивный процесс с участием большего числа заинтересованных сторон. Это охватывает вопрос гендерного равенства и равенства всех сторон. Картирование модели с участием множества заинтересованных сторон по сравнению с ЦУР показывает, что модель с участием множества заинтересованных сторон является в большой степени рецептом, и правительство в одиночку не смогут этого сделать. Именно поэтому ИПЛЮС-20, Комиссия Европейского Союза, ЕС будет в дальнейшем сотрудничать с моделью на основе участия множества заинтересованных сторон для того, чтобы продолжать развивать эту модель и решать проблемы, связанные с быстрым развитием технологий. И если в этом зале у нас есть консенсус, то тогда давайте вместе работать в этом направлении. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Господин Антонио Педро, исполняющий обязанности секретаря Экономической комиссии Африки при ООН. Видеообращение. Прошу вас показать видеоролик. Уважаемые министры, ваше превосходительство, уважаемые участники дискуссии, дамы и господа, для меня огромная честь принять участие в этой дискуссии и вклести свой голос в тех, кто обсуждает вызовы, которые стоят перед процессом по информационному обществу. Процесс обзора плюс 20 дает возможность нам оценить прогресс достигнутой модели с участием множественных средств в области глобальной цифровой трансформации. Мы работаем вместе для того, чтобы оценить достигнутые результаты и связь с ЦУР. Прежде всего, мы должны признать, что мы живем в мире цифровых разрывов между глобальным севером и глобальным югом. Хочу подчеркнуть те три проблемы, с которыми сталкивается Африка и которые необходимо решить за давшееся время процесса плюс 20. Во-первых, технологический разрыв. Лишь 40% населения в Африке используется интернетом по сравнению с 80% в Европе. Существует по-прежнему гендерный разрыв, разрыв между жителями села и городов. Очень дорого стоит доступ к интернету. Мобильные телефоны стоят очень дорого. Более 40% от ежемесячной зарплаты. Пользователи в Африке в три раза выше платят за мобильные данные, чем в среднем мире. Во-вторых, нам необходимо признать, что есть разрыв в правилах, которыми руководствуются при развитии технологий, например, блокчейн, автономные системы и так далее. Да, они контролируются не африканскими структурами, хотя обещают развитие для всех. Эти технологии не опираются на достаточно регуляторные рамки, а у правительства нет необходимых средств, возможностей для того, чтобы правильным образом определить эти рамки. Необходимо для развития Африки технологическое развитие. Лишь 20% в школах Африки имеют доступ к интернету. Если говорить о высшем образовании, то там также ограниченный доступ к высшему образованию африканских детей, лишь 6-8% вероятность продолжения своего образования в институтах, в то время как в вузах, в то время как в Европе 80%. Для того, чтобы к 2030 году мы смогли выполнить ЦУР, нам необходимо решить проблемы цифрового развития. Создание инклюзивного цифрового будущего требует ряда мер. Во-первых, необходимо повысить цифровую грамотность и увеличить конкурентную среду. Нам необходимо привлекать ИКТ к инвестициям, повысить навыки и грамотность в области цифровых технологий и лучше использовать ресурсы, которые подсвечивают ИКТ. Необходима также гармонизация на глобальном и на региональном уровне области регулирования. Необходимо улучшить таким образом среду и делать особый акцент на защиту потребителей, кибербезопасность, налогообложение и стандарты в области данных. Да, были такие инициативы, как единый цифровой рынок в рамках Афроокеанского союза. Это позволяет преодолеть существующие препоны. Во-вторых, нам необходимо наращивать внутренний местный контент и услуги. Необходимо поощрять развитие местных приложений, услуг, сервисов и содержаний в соответствии с принципами информационного сообщества. Наконец, в рамках проекта 8.20 необходимо также создать инклюзивное цифровое будущее, опираясь на укрепление цифрового взаимодействия. И это соответствует предложению Генерального секретаря по цифровому договору. Объединяясь, мы можем создать более равноправное цифровое будущее, как на Африканском континенте, так и в мире в целом. Я хочу пожелать вам плодотворных дискуссий и с нетерпением результатов обсуждения. Благодарю вас за внимание. Большое спасибо за выступление. Господин Педро, вы говорили о разработке местных приложений в соответствии с принципами информационного общества. Я хотел бы попросить всех выступающих последние заключительные слова произнести вам каждому по две минуты. Я бы сказала, что модель с участием множества интересов в индустрии является главным аспектом, который позволит нам проводить инклюзивные дискуссии в дальнейшем. Никого не оставить за бортом, означая сделать так, чтобы все были подключены к интернету. И господин Педро, говоря об ЦУР, нужно помнить о связях, ведь информационного общества это в какой-то степени основа. ЦУР мы недавно опубликовали доклад, который показывает, что использование цифровых технологий позволяет ускорить достижение прогресса по всем ЦУР, практически по всем ЦУР, поэтому не нужно забывать о существующих взаимосвязях. Но это означает, что еще много предстоит сделать, сделать мы можем многое, и таким образом мы добьемся успеха в достижении ЦУР. Благодарю вас. Вы знаете, в 2003 году я не принимала участие в той первой встрече на высшем уровне по информационному обществу, но в 2015 году я была в Нью-Йорке и тогда выступала уже от имени Сынного Королевства. И мне кажется, что то, что я говорила тогда, верно и сегодня. Особенно мы считаем, что IGF является надлежащей площадкой. Необходимо сохранить его в качестве инклюзивной площадки для обсуждения вопросов управления интернетом. Я согласна с моим коллегой из Германии, который говорил о том, что нам необходимо сохранять IGF и не позволить дублирование этой платформы. Далее я хотела отметить значение основополагающих свободы и прав человека. Это должно быть важным элементом всех аспектов развития интернета и структуры управления интернетом. Это важно и сегодня, особенно учитывая все те проблемы, все те вызовы, о которых мы сегодня говорим. Кибербезопасность, искусственный интеллект, дезинформация, высказывания основанные на ненависти и так далее. Именно поэтому права человека так важны и они должны и в дальнейшем соблюдаться как в физическом мире, так и в виртуальном мире. Благодарю господин Мирай, вам слово. Благодарю вас. Инфраструктура и технологические основы интернета значительно изменились, меняются необходимые навыки, развивается инфраструктура. Сейчас эти информационные технологии используются и в космосе, на низкорбите и так далее. Мы сейчас обсуждаем вопрос о том, каким образом можно использовать интернет для того, чтобы наладить связь с Луной, с Марсом и так далее. Вы только представьте себе, как быстро развиваются технологии. приложения, технологии приложений, социальные сети, облачные услуги, умные города, искусственный интеллект и так далее. Все это также развивается и значительно влияет на общество. процессы ИГФ должны быть открыты участию новых заинтересованных сторон с тем, чтобы они принимали участие в открытых дебатах. приняк. Благодарю вас, госпожа Трипти. Благодарю вас. Я бы сказала, что сегодняшняя дискуссия показывает истину. Модель с участием множества интересованных сторон совершенно необходима для того, чтобы сократить цифровой разрыв, для того, чтобы дать, предоставить полномочия всему миру. ИКАН это модель, которая координирует техническую инфраструктуру интернета. Это один из элементов интернета. И мы активно поддерживаем эти основные структуры поддерживающие ИГФ. Давайте в будущем сохраним эти принципы, принципы инклюзивности. Давайте обеспечим использование интернета в качестве агента изменений во имя блага, во имя равенства, во время равноправия и доступа. И глобальные сообщества работают в рамках ИПЛЮС-20. Давайте еще раз подчеркнем, что решения прошлого продемонстрировали свое эффективное за истекшие 20 лет. Мы должны использовать эту модель, поскольку она инклюзивна и адаптивна. Это очень хороший подход к управлению интернетом. Поэтому, говоря о будущем, опираясь на прошедшую дискуссию, мы должны все ориентироваться на будущее интернета символом, который является равенство, инклюзивность, расширение полномочий и возможностей. Ну, а если говорить о технологии, тут много было сказано об искусственном интеллекте. Мы говорили о том, как изменилось все за последние 20 лет. Следующие 20 лет будут еще интереснее. Мы еще даже не начали осознавать, в какой степени искусственный интеллект на нас повлияет. Искусственный интеллект изменит наш мир. И есть еще одна технология, которую сегодня даже не упоминали. Квантомные датчики, квантомные компьютеры, квантомный интернет. И это еще одно изменение, которое очень быстро нас повлияет. Это прорывная технология, и мы почувствуем ее влияние очень скоро. Открытый интернет был протормой инновации, давайте защитим ее. Профессор Мрай говорил, давайте не забывать о космосе. там тоже много интересного происходит, не будем о нем забывать. Спасибо. Госпожа Фернанда Гардес, инфраструктура КТ необходима для обеспечения связи, для доступа к услугам на местных языках, и также обладает навыками и возможностями для того, чтобы эти трансформации превратились в знания, на основании которых можно действовать. И по-настоящему обеспечить связь правительство лишь не могут. Частный сектор был важным партнером в сокращении этого разрыва, и масштабировали инвестиции, но для этого необходимы условия для этого. И форум IGF является очень хорошей основой для создания таких условий. Благодарю вас, господин Сибьорн, вам слово. Большое спасибо. Вы знаете, это возможность для нас задуматься о том, что же было достигнуто в цифровой области, о тех проблемах, которые перед нами стоят, и о меняющихся потребностях. Это момент, позволяющий нам оценить цифровое будущее с точки зрения повышения инклюзивности. Норвегия поддерживает существующую структуру, но мы считаем, что необходимо продолжать вести диалог и совершенствоваться для решения существующих проблем. Вызовы, которые стоят перед нами, важны и широкомасштабны, более чем когда об этом не было ранее. Для того, чтобы двигаться в этом направлении, не имея карты, нам необходимо следовать подходу с опорой на модель с участием множества интересованных сторон и привлекать тех, чьи голоса пока еще не сложны. Например, стартапы, у которых есть неожиданное решение, молодежь, местных лидеров, которые понимают, что необходимы их сообществам, и экспертов в разных областях. и вместе они смогут привести нас в тот мир, к которому мы все стремимся. Более того, мы должны подчеркнуть, что мы привержены целям подотчетности и этики. Да, технологии видоизменяют наше общество, но мы должны со всеми заинтересованными сторонами выполнять этические стандарты для уважения к правам человека и соблюдения существующих мер защиты. В том, что касается технологий и устойчивости, то давайте возьмем на себя обязательства также по снижению экологического следа и стремиться построить более устойчивое с экологической точки зрения цифровое будущее. IGF и процесс по сравнению информационного общества плюс 20 является инклюзивным, открытым. Это дискуссия, которые касаются будущего интернета и возможностей. И Норвегия хотела бы продолжать вносить свой вклад в работу IGF как инклюзивного формата места, где могут встречаться все заинтересованные стороны. Поэтому в начале этого года Норвегия объявила о том, что в 2025 году мы хотели бы провести принять IGF у нас в стране. Благодарю вас. Это хорошая новость. Я бы хотела сказать следующее. Два замечания. Привлечение множества заинтересованных сторон можно обеспечить на уровне достаточном для того, чтобы соответствовать тем чаяниям, тем мечтам, которые были у нас 20 лет тому назад, мы должны достаточным образом привлекать гражданское общество. Да, мы готовы это делать, но речь не только о готовности, нужно, чтобы эта готовность опиралась на реальную поддержку. Мы считаем, что для того, чтобы обеспечить вовлеченность множества заинтересованных сторон в рамках обзора необходима политическая воля и соответствующие ресурсы. Как мы все знаем, очень много процессов управления, структур, и очень трудно отслеживать все происходящее, поэтому существует определенное ожидание того, чтобы все эти процессы были взаимосвязаны. Это не игра с ныривым результатом. Да, есть пространство для множества разных процессов, но эти процессы должны быть взаимосвязаны. Нам необходимо по-настоящему их осознать. Это то, о чем говорила Дорин. Например, как это связать непосредственно с ЦУР, с глобальным цифровым договором и с саммитом цифрового будущего. Необходимо все это связать воедино. В противном случае существует вероятность фрагментации управления, а мы стремимся не к этому, мы стремимся к взаимосвязанным структурам управления интернетами. Тогда мы сможем по-настоящему подключиться к этому. И для этого необходима политическая воля, и для этого необходимо выделять необходимые ресурсы. Спасибо. Я хочу поблагодарить всех участников дискуссии. Большое спасибо. Уже не раз говорилось о том, что межнастичный высоком уровне по информационному обществу предвосхищает проблемы, которые возникают в области управления интернетом, развития интернета и так далее. Ранее мы думали о человеке и другие виды были отделены, а сейчас проблема сделана так, чтобы их взаимоотношения были в центре. И IGF удалось сделать именно это, сделать это даже до того, как возникла та сложная ситуация в мире, которую мы наблюдаем сегодня. Поэтому я хочу поблагодарить всех участников дискуссии и попрошу вас встать так, чтобы мы могли сделать вашу фотографию. Спасибо.